Сотни добровольцев со всей Свердловской области собрались в Первоуральске. ФОК «Гагаринский» на три дня стал площадкой молодежного форума волонтерских объединений «Движок». Какие идеи для помощи окружающим предложили активные и неравнодушные уральцы? Расскажем в сюжете. Акция «За помощь мы вместе». Все они слушали, да? Да. Реализации проекта «Мы вместе» посвящена отдельная программа молодежного форума. Нескаким десяткам участников волонтерских объединений рассказывают, какую помощь можно оказать семьям участников специальной военной операции. При поддержке правительства Свердловской области в муниципалитетах работают более 90 штабов, которые созданы на базе ресурсных центров добровольчества, доброцентров, вузов и других объектов инфраструктуры. Сорено порядка 300 тонн гуманитарной помощи. К проекту «Мы вместе» подключается все больше добровольцев. Уже два года движение, которое зародилось в период пандемии, является ярким проявлением способности общества сплотиться в самые разные кризисные ситуации. Добровольцы у нас работают по всей территории Свердловской области. Порядка более полутора тысяч уже участвуют в данной акции ребят. И оказывают бытовую помощь по дому. Работает у нас психологическая горячая линия российского Красного Креста. Работает юридическая горячая линия. На областном молодежном форуме «Движок» собрались представители 37 отрядов волонтерских объединений. Всего 200 добровольцев с разных округов региона в возрасте от 16 до 30 лет. У них здесь есть определенные практические задания для того, чтобы они налаживали взаимодействие, понимали, кто чем занимается, кто чем живет. Наверное, так проще реализовывать какие-то большие акции, проекты, вливаться в какие-то большие значимые события. Сегодня мы будем с вами работать над очень важной, актуальной темой – это организация детских комнат. На этом практическом занятии волонтерам предлагают организовать комнату для детей мобилизованных, воспитанников детских садов и младших школьников. Свои идеи активно высказывает участница перворайской команды Ева Савыкова. Говорит, такой проект должен включать в себя не только игровое пространство, но и образовательное. Мы хотим несколько сфер включить в одну комнату, чтобы дети у нас в любой момент до школы или после школы могли туда приходить, проводить свое свободное время и, в принципе, достаточно хорошо развиваться. В составе перворайской команды на молодежном форуме семь старшеклассников 11-й школы. Это волонтеры отряда ученического самоуправления «Биом». У нас есть старшие ребята, которые организуют различную волонтерскую работу в рамках школьных и городских проектов и связывают как раз-таки различные направления волонтерской деятельности между собой в одно направление. Культурное направление перворайские волонтеры реализуют на другом практическом занятии форума. Команда объединяется по округам и работают над организацией праздника для семьи по заданным параметрам. У нас мама, один ребенок, девочка 11 лет, любят играть в настольные игры и у нас масленица. В составе команды западного управленческого округа ученица перворайской школы Алина Дусанова. Она придумала настольную квест-игру по приготовлению блинов. Я придумала выписать все ингредиенты, которые могут быть у блинов. И вот их уже будут тянуть из бумажек дочь и мать и будут готовить. И там будет еще такая бумажка, и они могут почитать и узнать, какой вид блинов они готовят. Во время молодежного форума участники команды западного управленческого округа разработали и другой проект. Предновогоднюю акцию «Мандаринка» для детей с ограниченными возможностями здоровья. На ее реализацию волонтеры выиграли грант в размере 100 тысяч рублей. Дмитрий Солюков, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.